Слава Богу, братья и сестры! Брат один говорил, брат хорошо проповедовал, но очень долго. Я себя сегодня немножко обрежу в том плане, что я вам обещал слайд. Мы будем петь, но я вам подготовил там в практическом плане, как христиане должны служить Богу. Он говорил немножко, что христиане прирастают здесь, в стране, в которой мы живем, и это правда. Нельзя поправить что-то лучшее. И действительно, даже забывает некоторые идти не только в хор или служить, а даже в церковь. Есть такое. Начну с того, что полтора месяца мы были там, провели шесть лагерей. Я немножко прокомментирую, и вы там все будете смотреть, когда мы будем петь. Где-то 1600 детей прошли через наши лагеря. Это дети, в принципе, сыроты, на пол сыроты, не с благополучных семей. И просто дети неверующие. То, что вы будете видеть там, потому что меня поодиночке там спрашивают, а как, Миша, а как что? Вы сегодня увидите, кто жертвовал, я благодарю. Это все пошло туда. Я, в принципе, занимался организаторскими делами, и там вы все увидите. Там будут и полы, и ремонты, и пища на мне была, фудсервис полностью ответственный был за все это дело. Но оплачивались лагера, и это все немалые деньги платились. Но наша была цель спасать детей. Детей очень много было. Это Ровенская, Волынская областя и Черниговщина. В поселах собирали детей, привозили в лагера и с ними занимались. Наши команды были, самое большее учитель, 50 человек. Вы там тоже их увидите. Но мы справились. Их очень много было, но мы справились. Мы начали с самого Чернигова, это колония женская, где принимали водные хрящения. Маленькое такое свидетельство, которое женщина вышла на свободу 3 недели назад. Она отсидела 15 лет. И говорит, Миша, я благодарю Бога, что я отсидела, но я познала Бога здесь в тюрьме. И я благодарю Бога и вас, что вы оставляете эту чудесную страну, и приезжаете до нас, нищих, и проповедуете Слово. Я ей сказал, это делал Иисус. Он не сидел, а Он шел и проповедовал. Можно сегодня говорить, можно красиво конспекты читать. Но в практике я уже на себе проверил, это совершенно другие вещи. Так что я всех призываю, я не знаю, молодежь наша, где была, может показывать что-то вам. И благодарю, кто выезжает на эту миссию, пусть Бог благословляет тех людей. Там, поверьте мне, я не могу все то передать вам, переживания. Но я смотрю на этих деток, знаете, они в нищете. Последний заезд у нас был, это дети живут в хлеву, где коровы, где свиньи, вот такое, вы понимаете. И мы их как привезли, то мы их дустом обсыпали, а потом обмыли, а потом начали с ними разговаривать. Вот такое состояние. Дети, молодежь, кто меня слушает, цените, благодарите Бога, что мы здесь живем. Я всегда благодарю Бога, когда возвращаюсь все больше. Потому что мы действительно живем в стране, должны не забывать тех людей, которые там. Вы представьте себе, они не имеют тех кроваток, постели. Даже вот один приют, который вы там увидите его. Ну, 11 тысяч, представьте себе, гривень оплатить сиротский дом. Я не знаю, зима идет, я уже договорился в Германии, батареи солнечные, где бы покрыть. И еще на 4 тысячи, братья мне говорят, местные, повысят следующего месяца, где 15 тысяч. Ну, вот такое состояние. Ну, вот и мы должны работать, мы помнить должны этих людей. Вот и едешь, и сколько можешь, работаешь. Так что я, братья, прошу включить слайд, а мы будем петь, потому что там будет без музыки. Так что, пожалуйста, смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok У многих Иисуса я нашел покой. Он любящий пастырь, спаситель мой. Меня он любит и кричи простил, и не вспоминает. Вечно буду с ним. Прослав, 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 прослав Христа Царя. Хвала там в небе будет литься. И все спасенные Христа. И все спасенные Христа. На веки радость будет литься. Христа. И все спасенные Христа. И все спасенные Христа. И все спасенные Христа. Веки радость. Когда я к Нему обращаюсь в мольбель. Прослав, прослав Христа Царя, Хвала там в небе будет литься, И все спасенные в Христа Навеки радость будет литься. Прослав, прослав Христа Царя, Хвала там в небе будет литься, И все спасенные в Христа Навеки радость будет литься. Прославим Господа Царя, Ему хвала, Аллилуйя! И Он страдал там за меня, И жизнь отдал Ему хвала. Прослав, прослав Христа Царя, Хвала там в небе будет литься, И все спасенные в Христа Навеки радость будет литься. Прослав, прослав Христа Царя, Хвала там в небе будет литься, И все спасенные в Христа Навеки радость будет литься. Ну, мы будем еще один псалом петь. Ну, вот немножко вы смотрите то, что я показываю специально двери, полы там, кровати, и вот это все заменили все на новое, потому что люди многие жертвовали, подходили до меня персонально на эти стройки, на эти окна, то, что мы, так что все уже новенькое там, и все дети, вот то, что вы вот сейчас видите, это, представьте, с сел, с районов, с городов неверующие, и через 6-7 дней, представьте, эти люди начинают молиться, вот, начинают петь, и быть послушными, и когда родителей мы уже призываем, уже на закрытии лагерей, они не узнают своих детей, и они не встречались с такими людьми верующими, которые просто их, им вот так берут, и они вот проводят время, с 6 утра до 10 вечера, специальная программа, там не только прыгают, скачут или кушают, нет, у нас цель их спасать, и каждый час у нас программа, воскресные школы, и разбитые дети по классам, по возрастам, так что вот такое примерно, закупка, все, консервация, сами видели, но еще мы поем. В детстве казалось, что жизнь бесконечной будет всегда, можно мгновения тратить, беспечно дни и года, но незаметно полжизни промчалось, не возвратить, и невозможно начать все сначала, все повторить. Все повторить. Все повторить. Жизнь без конца навсегда. Сколько же дней пролетело в пустую жизнь без Христа, Нужно спешить. Друг мой спеши, ты скорее сегодня принять Христа. Принять Христа. Нужно спешить, Богу сердце навеки, жизнь подари. Жизнь так прекрасна и так быстро, Нужно спешить. Нужно спешить. Будет там, Лица Богу хвала, Нам всю жизнь без конца, Навсегда. День за днём. День за днём В дом небесный идём, Оставляя свой дом, Нужно спешить! Жизнь подари, Kindly. Б DFB авторы. Сейчас мой дом в небесах Будет там Биться Богу хвала На всю жизнь без конца Навсегда На всю жизнь без конца Навсегда Вот так А мы пока что на земле Братья и сестры, мое обращение последнее к вам Волынская область, там есть приют Последняя у нас группа была с Донецка и Луганска Это дети, в принципе, которых поубивали родителей И они живут в Волынской области Там, в принципе, они батареи просят поставить на зиму Вы меня можете найти, конкретно пожертвовать на этой батареи, где будут сыроты эти жить Так что пусть Бог вас славит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!